Второй матч сегодняшнего дня Они подойдут к игре Заставка не очень Но заставку делал не я, поэтому Да, ты вчера троллинул так, что Теперь нет тебе прощения Стебаться над человеком, который В полудреме пилят воды Это нехорошо Поехали Итак, Infused Infused в составе Вагамама мини EGM, Reason и Bleak Которая играет у них на замене Bleak, кстати, это Если я не ошибаюсь Кэрри команды Absolute Legends Zenith, Isai, Slodex, Freedom Huhu, Ksu Полный состав команды Zenith Ну и посмотрим На пике Посмотрим, как они сыграют Конечно, очень хочется увидеть Zenith в своей лучшей форме Я надеюсь, что к этой игре Они подойдут Оооо, ха-ха Забавно У нас написано, что против Айл, на самом деле Это, конечно, не Айл Это, наверное, из-за Блика Ну ладно, ничего страшного В любом случае Это Infused Да, людей Только путать Тоби просит переделать Игру А то мы только будем путать Людей Это Блик так тролльнул Насколько я понимаю Ну, в общем-то, не важно Игру можно будет Пересоздать После пиков Посмотрим А может и не будут Пересоздавать Профит в бане от Zenith Бруда в бане от Zenith Отвечают Лишаком Или Каном Сделай звук Игры погромче Что Сделать конкретно Музыку Или голос В принципе, и то, и другое Не проблема Ну я чуть-чуть Прибавлю Потому что На самом деле Я и сам буду Потише говорить Периодически На флаге Пикачу Зенит Да, это достаточно давно Дарреры Участвовали В турнире Участвовали Не прошли В плей-офф В плей-офф Выходили только Лучшие команды Инвокер Бан От Zenith И Брюмастер Бан Инфьюзед Первый пик Ну что ж Осталась Сирена У нас Я очень давно Не видел Инфьюзед В деле И поэтому Сказать что-то По их игре Вот на данный момент Очень тяжело То есть Практически С конца Активного Участия На Да Забираю Дарксиров Который тоже Остался Их Конца Активного Участия В Прот-2 Лиге Ну и Дримхак Наверное Это последние Такие впечатления Об этой команде Где они Выступили Не очень Zenith Отвечают Ченом Ну и задумались Над следующим Пиком Это относится К тому Стихра Которую Докоментишь Не очень Абсолютно Спокойно Нага Сирен Очень больно Что пишет Что мы подходим Друг к другу Да Все-таки Забирают Сирену Умоляю Побольше Внимания Дарксиру Ну Дарксир Сам Притягивает К себе И в буквальном Смысле И Не в буквальном Смысле В переносном Смысле Ну Магу Если не Банят Тоже Забирают Забрали Ее Zenith И все Больше Указывает На то Что К этой Грязни Подошли Серьезно Потому Что Пока Что Хорошие Пики Хорошие Баны Два Пика Инфьюзов Не знаю Как они Сыграют С заменой Ну Я всегда Такого мнения Что Команда С заменой Она гораздо Слабее Команды Без замены Темплар Ассасин И Визаж Я его Вижу Впервые Вообще В Доте Второй Имеется Ввиду Потому Что Сам Не Играл А На стримы Не попадали Игры С визажем К сожалению Но Ну вот Сегодня Инфьюзов Намерено Это Исправить Дарксир Такой герой Интересный Невзрачный Маленький И Но С характером Да Это Мягко Сказано Одна Нага Ну Тебе Повезло Просто На Нагу Ну вот Визаж Разообразили Я Очень Много Играл За Визаж 10 Из 15 Часов Визаж Сильный Герой Я считаю Особенно Он Сильный На Таком Низком Уровне Когда Никто Не Знает Что Ну Чем Он Действительно Опасен Когда Ты Грамотно Рассчитываешь Ману На Прокаст Ну Конечно Очень Прочный И Очень Большой Урон У него А Также Требует Хорошего Микро И контроля Птичками Фамильярами Откуда Брать Здесь Героев Из Доты Первой Из Головы Ну Что-то Взяли Из Варика Какие-то Скиллы Какие-то Подсмотрели Может быть В других Играх Какие-то Придумали Очень Много Скиллов Из Варика На самом Ну Что-то Сами Придумали С Агонимом Три Гаргуль Да С Агонимом Три Гаргуль Действительно Это Не Суть Не Суть Важна Посмотрим Как Будет Отыгрываться Замечательный Герой Виномансера Забирают Забаннили Инфьюза Тайтхантера Забанили Зенит Ну У них Уже Есть Связка У них Есть Связка Сэнкинга И Сирена Очень Опасная Также Зайдет Неплохо В пик К ним Энигма Наверное Но Тогда Будет Вопрос Что Энигма На сложную Энигма На сложную Сэнкинг Роуминг С ченом Будет Неплохо Но Тогда Нужно Банить Дисраптора Обязательно Если Не забанить Дисраптора Делится Очень Плохо И Сейчас Зениты Берут Вертолета И Снайпера Да Не исключено Такое Может Быть Квопа 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 Энигму Забанили Сами Зенит Вот это Интересно Котлабир Котлабирот Инфьюзад Да Инфьюзад Любит Новых Героев Я смотрю Они Видимо Тоже Очень Давно Не Играли В Доту И Решили Попробовать Ух ты Котел Визаж Давайте Попробуем Что Это С чем Тинкером Отвечаю Зенит Нет Зенит Будут Играть Нормально Но все Указывает На то Что Они Будут Играть Нормально Хороший Пик Тинкер Сирена Сен Кинг Чен Еще На ласт Пик У них Что-то Должно Идти Если Они Не Собираются В Триплу Ставить Сирену На Сложную Что Очень На мой Взгляд Опасно Против Таких Героев Как Котел Визаж Да Еще Темплар Там Смиды Может Подключаться Шейкер Шейкер Да И после Этого У нас Будет РМК Интересную Стратегию Сбрали Инфьюзов Второй Герой Да Точные Копии По Скеллам Все Абсолютно Так же Работает Но Есть Небольшие Механические Там Нюансы Но Не так Много Они Решают Ласт Пик Зенит Сейчас Будет Понятно Уже Поставят Они Кого-то На Хард Или Будут Играть Без Хард Лайна Будут Играть Триплу С Хардом Без Соло Харда Думают Думают Все Эксклюзивных Героев Но подождите Пока 108 Добавят Основных Потом Будут Эксклюзивные Да Это Виндранер Это Будет Стандартная Игра Тинкер Мид Сирена Топ Чен Топ Сенкинг Топ Виндранер Ботом Скорее всего Хотя Сирена Такой Герой Который Может В принципе Поставить Соло Чен Чен Лес Ну естественно Чен Лес Но Чен Наверное В своем Лесу Все-таки Будет Так Пока Подстраиваются Чтоб Двоих Связать Но Это Не Такой Большой Бонус Связать Двоих Это Конечно Круто Но И Джем Будет На Визаже Играть Блик На Дарк Сири Вагомама На Фантомке Айс Опять Троллит Да Ремейк Ждем Ремейка Ну давайте Пока у нас Ремейк Еще немножко Пообщаемся С вами Пока Есть Время Если В СМ То же Время Выйдет Рандом Гера Дадут Да Рандом Дадут Есть Инфа Что Визаж Здесь Будет Бобо Здесь Всем Может Быть Бобо От Одной Только Сирены Раскачавшаяся Да Пик Естественно Будет Тот же Делается Рамка На АП Моде Так Ну я сейчас Посмотрю Что у нас Там Ну видимо Немного По слоу Почеть Решили Игроки РМК же Нельзя Сделать Быстро Нужно Немножечко Потянуть Время Смотрел Я Зеленого Слоника Нет Наверное Сирена Адмирейшн Стайл Со стилом Аегиса Но это Очень тяжело Сделать Это нужно Даже не секунду Гадать Тайминг А доли Секунды Какой-то Визаж Пробьют Пассивку Копии Сирены Патрички Он не толстый Но Визаж Пробьют Пассивку Это Громко Прямо Сказано Сирена Пробивает Даже Воида А уж Это Тяжелее Пробить Всяко Потому что Очень много Иллюзий И очень Большой Урон Вивер Пикает На ЦСМ Пикает На ЦСМ Вивера Сейчас мы Посмотрим Что будет С визажем Тут уже Прогнозы По тому Как ему Будет Хорошо Или наоборот Плохо Давайте Дождемся Конца Игры Ну или Хотя бы Начало Игры Бруда Бруда Была В бане Да Зенит Очень Любит Банить Бруду В первых Трех Банах Не знаю С чем Это связано Но Я уже Не в первый Раз Вижу Даже Когда Они валяют Дурака Откровенно Они банят Бруду Ну что Такое Что-то Опять Айс Написал Что Ксу Дайинг Винит Тучейндж Плеер Ну это Конечно Жесткий Такой Прикол Но В стиле Айса Он любит Патролить По Походить По грани Скажем так Но По большому Счету Вот Такой Вот он БМ-БМ Там Любит Вставить Какое-то Острое Словцо В игру Но Вспомните Финал LGD Против Зенит Где Действительно Были Серьезные Игры И вспомните Когда В пятером Вылетели Под ультой Сенкинга LGD Если кто-то Смотрел Запаузил Сразу же Буквально Там Не прошло Даже Секунды Доля Секунды Прошла Он Нажал Паузу То есть БМ-БМ Но Все В пределах Нормы Главное Плохо Живется С брудой Безусловно Плохо Ну Там По ситуации Если стоять На линии Не так Уж Все И плохо Она Пассивкой Всех Пауков Переубивает Если Бруда Будет Плохо Контролить А В плане Снятия Рефракшна Да Паузить Во время Замеса Нельзя Но Если Твои Противники В пятером Вылетели То Можно Опять Вопрос Про Интернешнл Буду Через Дота ТВ Просто Человек Адекватный И не любит Напряженную Обстановку Поэтому Шутит Так Ну Насчет Напряженной Обстановки Не знаю Он Иногда Там На грани Ходит Вертуса Вертуса Закрел Ну Точно Инфы Давайте Ближе К Интернешнл Мы Будем Смотреть Добей 500 Побед Никогда 499 Побед Наше Все В Это Воскресенье Вертуса Играет На 4 Плейкапе Это Воскресенье Это Пятое Число Это Финал Апродукты Два Лиги Ответ Очевиден По Моему Почему Оставил шоу Знави Да Самое Время Задаться Этим Вопросом Я Так Чувствую Мы Все Дальше И Дальше В Историю Копаем Не Услышал Да Нет Не Буду Наверное Я Точно Не Могу Сказать Но С Большой Далей Вероятности Не Буду Потому Что Воскресенье Финала Продата Два Лиги И Почему Такая Игра В него Корабль В него Все Влетело Он Решил Что Ни К Чему Такая Игра О Боже Не Важно Что Этот Момент Был Вообще До Того Как Доза Два Наверное Еще Задумывалось Что Там Делают Так Долго Админы Не Знаю Что Они Делают Ждут Игроков Интересно Он Нежирный Задрот А Нави Все Такие Ничего Не Понял Я Сам Точно Не Могу Вам Сказать Почему Он Ушел Захотел Уйти Точно Кажется Вменья Кажется Я знаю Почему Они Не Могут Стартануть Игру Потому Что Они Не Знают Кто Создал Лобби И Никто Не Может Нажать На Я вижу игру, да, она началась. Майл, привет, привет, Данте. Так, ну что у нас там, какая-то опять проблема, я вот сейчас читаю конфо. Да, и у Зенита, я так понимаю, замена. Ну, как и написал Айс, у Ксу были большие проблемы, поэтому они использовали замену. Это, в общем-то, разрешено, и... Каждой команде можно использовать две замены. Да, и Тоби спрашивает, кто этот, кто этот парень. В общем, никто не знает, кто этот парень на самом деле. Из Лэй Гэй Фэгоц. Вообще отличный никнейм. Неужели они начали? Прошло 40 минут. Да, нормальная такая задержка. Благо в 23.00 у нас матч на дефенсе, и до него еще можно послоупочить. Аршавина заменили. Выкладывай видюшка на канал побольше. Какой выкладывай видюшка? О чем-то? Покажи гриппстатики. Да, давайте сразу включим гриппстатики. Это Ванамас. Инфосовно, да. Воду выкладывай на канал Виртузсов. Так все выложил, что было. Даже сегодняшний уже выложил. Но не считая вот этого, который мы сейчас записываем. И так, игроки разобрали своих героев. Уже готовы. Они к битве. Ох, как быстро все пролетело. Что ж, на сирене у нас будет играть Айс по обыкновению. Лода берет Виндранер. Сын Кинг. Сын Кинг. Ху-ху будет играть на Тинкере. Фридом на Чене. Ну, а что касается Инфьюзет. Мини берет Котла. На визаже ИГМ. Блик на Дарксире. Ризен Шейкер. И Вага Мама. На тампларочке. Посмотрим. Идут всех пятером в чужой лес. Да, напомню, что Инфьюзет это шведская команда. И также Лода, игрок команды сингапурской. Зенит. Он тоже швед. И только недавно переехал в Сингапур и начал играть за эту команду. Вот у визажа мы видим вот эти вот штуки. Вот эти вот деления сверху, которые обозначают сколько же у него чарджей. В зависимости от количества чарджей он наносит урон. По-моему, вот этой как раз штукой. Да, Soul Assumption. Грейв Чилл. Ну, а вот этот вот Грейв Киперс Клоук будет раскачан чуть попозже. Даст ему дополнительную броню. Даст ему сопротивление. Ну, и вот как раз пробивать нужно слоями. Такое что-то общее с темпларочкой есть у него. Тоже такие слои, которые нужно пробивать раз за разом. Но все-таки у темпларки они более такие понятные по механике. О, боже. Отключается игрок. Да, Steam у меня отключен, поэтому я не смогу посмотреть. Ну, кто, если что-нибудь знает по поводу замены Zenith, напишите, пожалуйста, поподробнее. Потому что кроме пока что того, что это Ванамас, мы ничего не знаем. Сейчас Zenithся льется, как с CLG. Вторая игра будет с Братром. Нет, здесь уже все нормально. Не думаю, что будет слив. Бу-бу-бу-бу, блик, пожалуйста. Ну, типа пишут, что у блика большой пинг, а они говорят, что дали блик у героя, который... Или наоборот, маленький пинг. Я, честно говоря, не понял немножко. Да, маленький пинг, и они говорят, что мы ему дали герой, который на пинге особо и не важен. На самом деле, не знаю. Да, это, конечно, не инвокер, не тинкер, но пинг маленький есть пинг маленький. Жалко, вот у нас не работает. Я, конечно, попробую, но в ДТВ, по-моему, такую тему, да, работает. Ну что, у нас решили пойти в сложную Визаж, Котел и Шейкер. Очень такая опасная линия. Вагамама мид. И в легкую идет Дарксир, Соло Лайн, нормально. Против Виндранер. Интересно, кто из них выиграет свою линию. Мне кажется, все-таки Дарксир должен выигрывать линию Виндранер. Если только Лода не отыграет, ну, просто божественно. Все-таки Дарксир попроще. Фридом ночения. Сэн Кинг будет помогать на линии как-то Сирене. Ну, больше отводами, наверное, вот на этой точке. Ну, и больше-то ему особо и нечем помочь. Вообще, Сэн Кинг, конечно, на таком саппорте роуминге не самый сильный персонаж. Потому что его стороны не раскрываются вообще. Но если, если удастся неплохо вначале как-то ему подфармить опыт прежде всего, я уж молчу про даггер, если будет быстро каким-то образом, будет все очень хорошо, потому что он и фарм не будет забирать, и при этом раскачается. Ну, в общем-то, нормальная роль. В консоли пинг нет, я пробовал, ничего. Через консоль можно пинг смотреть. Да ладно? Серьезно? О, какие-то длинные пошли посты. Ещё 40 минут. Да, я не знаю, когда вернётся в игру. В Дути-2 есть консоль. Серьёзно? Вот это да. Я думал, что это калькулятор встроенный. В параметрах пункта пропиши консоль. В параметрах запуска. Надо обязательно попробовать. Ну, ребят, ладно, кто не понял, как бы, вот, у меня есть консоль, и вот я прописываю в ней пинг. Ничего не работает. Майл, подскажи, как стоять против киперов злайт? Он заряжает иллюминейт, и пол-хп нет. Беда. Но мне кажется, стоит попробовать увернуться от иллюминейта. Пока он его заряжает. Там, да, там, просят судья не спамить, но игроки очень... очень хотят пообщаться. Нет, граф... Ну, нет, граф один покажет мой пинг, и причём этот пинг будет показан не до сервера, а до сервера DotaTV. Поэтому, когда DotaTV лагает, её ничем и не сделать, её ничем не пофиксить, вот такими вот играми там с интерполяцией, потому что ты фиксишь её от сервера, а сервер лагает от другого сервера, и это ты уже подфиксить никак не можешь. Взять кунг и поднимать котла тарантами. Вообще, отлично, и всё равно он будет пускать свою волну. Лучше уж тогда шадоу демона и прятаться, или дестройера, и в астрал себя закидывать в момент волны. Он всё время заряжает крысик где-то. Ну да. Ну а что же он должен? Теперь при обновлении Steam вы просите вложиться с сознательным соглашением. Да, я сегодня, или вчера, мне вылетела такая табличка. Неруб контрит котла. Включил рефлект и бежит на базу. Это не Неруб, это Никс. Ну да, Никс Ассасин контрит котла. Кстати, тоже хорошая тема. Вот, берите на вооружение. Советы от повара. Взять пугну и прятать себя в астрал, да, так тоже можно. Погнали. Или, мол, не копия, бесконечная подписка на владение игрой. Что? Это о чём вообще? Это, видимо, что-то Steam. Котлом играешь? Ни разу вообще не играл котлом. Потому что играл в доту с момента того, как он вышел. Раз пять, наверное. Ну, может, чуть больше. Ты не повар, ты пекарь. Такое и не от меня советы. Плохой герой. Ненавижу против него играть. Почему так противно подлагивает? В полном экране невозможно смотреть. Не знаю, почему так противно подлагивает. Иногда я альтабуюсь в начале. Но, в общем-то, во время игры стараюсь этого не делать. Так, сейчас только чекну. Идёт ли у нас запись ввода? Да, запись ввода у нас идёт. Поехали. Визажист. Ух ты, Станкентавр. Подошло много целей к нему. Кстати, Тинкерок тоже против Тепларочки неплохо может постоять со своими машинами. Я бы поставил... Конечно, забегать вперёд не хочется, но я бы поставил на Зенит в этой игре. Уж очень нравится мне их Сирена и Айс, когда он играет в нормальную доту. Опять же, к Дарксира она контрит в какой-то степени. Ну, в плане того, что ему не убежать из-под сетки. Есть Син Кинг, есть Тинкер ещё, к тому же. Ну, вот сейчас, видите, зацепили. Очень сильная тема с Шейкером Котлом. Такую же вчера показывали сами Зенит, только они играли со Спектро и играли в For Fun. Здесь же это действительно должно, по идее, как-то работать. Я не думаю, что Инфьюзер сливает эту игру. У Лагомома заканчивается рефрекшн. Нихуху. Денает и ржёт. Забавный смех Тинкера. Интересно, какой брейсер у Визажа надеется. Какой-то прям такой. Страшный. И то, что он стоит с Котлом, мне кажется, это безусловно плюс, потому что Визаж очень быстро расходует ману. У него очень дорогой второй спелл. Он стоит изначально 170, на последнем уровне только 140, но маны немного. А кулдаун всего лишь 4 секунды. Вот это очень важно. То есть, в битве он отличный нюкер. Замедлил Син Кинга. Наверное, один из самых жёстких нюкеров. Главное, успевать откидывать вот этот Soul Assumption и подконтроливать вообще всё остальное. Это самое, наверное, сложное. Ну, лично для меня. Но я думаю, что и GM с этим должен справиться. Так, крипстат я включил. Я уже рука потянулась включать. Но нет, на этот раз я ничего не забыл. Благодаря вашему напоминанию. 16 крипов Darkseer, 13 Windrunner. Ну, у него так и будет много крипов. С этим ничего не поделать. Замедлил. Очень неплохо. Откидывает Soul Assumption. Ну, не такой там большой урон пока что. Син Кинг даёт в двоих. Барострайк. Сетка. В котла. Минус котёл. Давай, находятся у вас Assumption. Визаж минус. Даже не успел он ничего сделать. Ну, вот она сирена во всей своей красе. И очень вовремя вышел Син Кинг. Очень вовремя. Вот он сейчас получает третий уровень уже. Сирена пятая. Ну, и у котла будут большие проблемы по игре. У него очень мало хп. У него 530 хп. Вообще, один из самых тонких героев в доте. Пошёл иллюминейт. Как видите, у Сирены есть Транквилы и не так страшно. Интересно, Транквил Буци будет ли это быстрый радианс или нет? Или просто сыграет через Транквилы? Ну, пока что вот эти вот быстрые Транквилы они всё-таки радианс. Ну, это УВРки, но УВРки они совсем по другим причинам. Пошли машина от Тинкера. Ни одной машины не попал. Ну, отогнал. Накачивает ману там котёл и себе и своим тиммейтам. Фридом практически никуда не выходит. Фармит лес. Ну, а куда ему здесь выходить? Пушить вот этот репло? Зачем нужно? Да и как ты её запушишь? Грефчел? Нет. Слишком слабо. Сирена сразу использует ботинки, чтобы похиляться. Так, ну а здесь ребятки зашли без смоков. Просто зашли, на что-то посмотрели и ушли. Ой, как мало ХП у Айса. Котёл всё сбрил своим вейвом. Уэйса ещё 17 секунд до следующего заряда. И очень, конечно, это мало. Забегает сзади Сэн Кинг. Котёл уже ушёл. Визаж тоже пока не очень-то прочный. Шейкер даёт фиссуру. Грефчел. Минус Сэн Кинг. Визажа вловят в сетку. Здесь уже Хуху. Хуху убивает Визажа. И остаётся только котёл. Подходит Вагомама. Вагомама под машинами теряет рефракшн. Хороший вейв от котла и сирена задержавший здесь. Но второй раз уже за два дня мы видим подобные ошибки. Не стоит против котла задерживаться на линии, если у тебя мало ХП. Ну, вот это уже был более такой равный размен. Там и Визаж успел отконтролить Сэн Кинга. Опять Зенит включает свой Зенит мод, когда как только начинается какая-то драка, тут же незамедлительно из-под какой-то вышки летит подкрепление. 35 крипов Дарк Сир 28 Виндран более-менее Виндран стоит на линии, но все-таки немножечко проигрывает. 22 Тинкер Темпларка 29 Да, Зенит уступает по фарму, их перефармили практически на всех линиях. Котел ставит на качку, но очень хорошо отходит, подходит под вейв, под самый краешек, теряет кучу ПП, и сейчас Визаж может его догнать. Дает Грейвчилл, Фиссуру, отходит назад, ракеты, ой, как много урона. Не использует почему-то свой второй скилл, хотя урона там действительно можно было бы много повесить. Есть уже первая пассивочка, сзади ловят котла, котлу здесь уже не уйти. Нет маны на тест, у Ченнон есть маны на сетку у Сирены, запираю Тинкера, минус Тинкер. Визаж продолжает драться, все решает отступить. Да, очень уже видно насколько много урона наносит Соло Ассамшн, хотя не последнего уровня. Ну и начинает Визаж потихонечку себя свою репутацию оправдывать такого героя. Фессура, Сирену, не решился Визаж лететь дальше. Мне кажется, стоит ему поактивнее играть. Ну, хотя бы еще немного урона нести, все равно у него полная мана, и под котлом там мана восполнится. Еще накачал, на этот раз промазал. Как вы видите, проблемы с котлом не только у вас, ребят, но кто там жаловался на котла. Действительно жестко. Вот он стоит с этой верхней линии, спамит сирену вейв, тяжело подходить к репам, и не фармит сирену. У нее как было 20 крипов, так и 20 крипов осталось. Сейчас берут под контроль верхнюю линию, постепенно и появляется шестой левел фамилиары. Пошел фамилиарами. Вейв, Фессура! Ну, почему не кидает соло ассамшн? Я не понимаю. Полное, там много урона можно нанести. Ох. Да, котел находит сирену. Сирена уйдет. У нее транквил буцы. Однако по крипам попадает. Да, сажает горгулей. У горгулей со временем теряется урон, поэтому их нужно периодически сажать в любом случае. Ну, а здесь еще под крипов подстанет. Все равно приятно. сирена дает сетку шейкеру. Шейкер очень мало хп. У лоды есть мана на пауэршот. Пауэршот минус шейкер. Дарксир здесь же получает очень много урона. Темпларка замедляется. Дарксир летит вперед. Визаж со спины заходит, замедляет виндранер, идет дальше соло ассамшн убивает чена. Ультит сирену, но сирена умирает во время ульта. Поэтому он не действует. Виндранер есть виндранер, нужно его пускать в ход. Не удается это сделать. Рефракшн. И зажимают лоду, не попадает по нему котел. Ну убивать же нужно. Убивает визаж. Начинает сгрызать вышку. Да, визаж выглядит очень неплохо. Прямо так свою игру построили очень хорошо. Инфьюзат, что то, что нужно. влетает со спины, дает кому-то Грейвчилл и начинается. А ведь это только первого уровня Грейвчилл. Дальше будет жестче. Котла находит Тинкер. Дружок, что же ты здесь делал? Вот! Тинкер! Нет, Тинкер использует хейст, убегает. А темп Ларка Грейвчилл летит! Мало урона. Не Грейвчилл, Соло Самшин, конечно. Я не могу немножко пока привыкнуть к анимации визажа. Виндранер минус Дарксир. Серьезно отправляют вниз, потому что сверху тяжеловато ей было. Теперь сверху Тинкер фармит на Бутсов Тревел, есть бутылка. Ну что у нас? Рэддинты ведут. И знаете, я бы здесь даже не сказал, что Зенит играют не в свою игру, там поддаются где-то. Нормально они играют? Просто, во-первых, их время еще не пришло. Ой, фиссура какая! Фамильяры встанет. Ну, конечно, да. Нужно на упреждение посылать фамильяров. Так будет гораздо эффективнее. Опять против Сирены встали. Вот так интересно играют Инфьюзед, они как только видят Сирену, сразу направляют на нее свою ударную триплу, Шейкер, Котел, Визаж. И приходится Сирене быть очень осторожной. Взрывает ловушку. Да, Богомома заберет здесь Реген. Вызывает новых фамильяров. Большой кулдаун, их, конечно, не хочется терять. Забирают вышку, идут дальше. Здесь Синькинг, Чен. Чен пока что пытается просто качаться, он практически ничего не делает, но он понимает, что здесь запушить невозможно. Котла и Шейкера удачи. Уж меня полностью. Лода подходит так же дефить. Фамильяров держат в интересной такой позиции сейчас. И Джиэм. Темпларка все время против Тинкера. Интересно, играют персонально. Темпларка против Тинкера, Трипла против Сирены, причем неважно с кем. А Дарксир, ну сам по себе так он больше действует. Ну действительно, если Тинкера и Сирену нужно контрить, то Виндранер, Чена, сын Кинга контрить особо и не нужно. Реген очень вовремя в Кларке. Айс, пока что Акила. Ну все очень плохо, 40 крипов за первые 14 минут это не то, что нужно. Пока что контролирует ситуацию инфюзоды. И все в общем-то выглядит под их контролем. Но могут затерпеть, безусловно. на хосте Шейкер. Сейчас будет наверное сиреной какой-то попытка зайти. Хорошо ставит фиссуру Шейкер, дает ультимейт очень резво. Котла убивают. Не откидывает сейчас. Вот Грейв Чилл пошел. Снимает почти все жизни Сен Кингу. Дарксир, вакуум великолепный. Пульт сирены начинает жечь Дарксир. Подходит Сен Кинг. Сетка на визажа. Визаж падает. Использует Меку. Использует фиссуру ставит Шейкер минус сирена. Должна быть минус сирена фамильярами подконтроливает. Где же ты их забыл-то раньше? Сажал наверное где-то. Ну и это минус будет Тинкер. Да, минус Тинкера Дарксира. Шейкер идет наверх. У Шейкера есть фиссура. Шейкер ставит фиссуру. Идет дальше. Дает инчант тотем, но лода уходит на Вендране. Пауэршот стики. Накачивает ману. Шейкер фамильярами. Контролит визаж. И сейчас сюда наверное телепортировать будет визажа, который только что вышел. Посмотрим. Да. Пошел. Хотят запушить линию. Очень неплохо выглядят. Несмотря на то, что дрались сейчас фактически в меньшинстве, без темпларки, но при этом успех сопутствовал. Темпларка там тем временем вышку убила. Какую-то. Хотя, может, она в конце подключилась к битве. Интересный фарм ультимейтор под темпларки. Это что-то новое. Причем, я даже мискликом-то это не могу назвать. Больше похоже на какой-то линкен. Ставит волну. Ой, какая волна сочная заходит. Сразу шесть зарядов получает. Айс решил пофармить в лесу. У него очень мало денег. 700 монет, транквилбуцы, акил и пурман-шилд это очень-очень мало. Безусловно. Дарксир подтягивается. У Дарксира уже пайп. Неплохо так он нафармил. Иллюминейт. Ну, здесь все в пятером, поэтому иллюминейт спиритформ. И поэтому особо никого не нужно реколить, но в любом случае, чтобы эффективнее использовать иллюминейт как раз-таки, чтобы нельзя было сбить. ракеты. Ракеты сдают очень много зарядов. Играй в чил, уходит Сенкинг очень вовремя. На фамиляра навешан на Айншелд. Смотрите, какая анимация. Сжигает Сенкинга Дарксир. Мека. Пайп. Идут обратно. Шеха, логиндранер. Сирена пушит в топ. Ну, пытаются хоть как-то разменяться. Вытягивают Чена. Грейвчилл, фиссура, минус Чен. Как же классно действует. Связали визажа с Ченом, причем нет, не с Ченом, с котлом. Айз, запушил вышку. Очень тяжелая ситуация у Сенит. Тинкер дает машину. Котел откидывает вейв. Еще Тинкер дает ракеты. Еще ракеты машина сейчас, наверное, заспамит. Вытягивают Тинкера, замедляют его. Ой, какой урон. Раскастовывает. Сенкинг сейчас ультимейт. Не сбивают ему. Убивает Дарксира в последний момент. Выходит визаж. Ульт, шейкер, фамильяры, Грейвчилл. Ивендранер уходит на лоу-хитах. Шейкер там тоже практически без ХП. Снизу влетают на Сирену. Сирена спушила две вышки в момент этой битвы. Как же грамотно играет в этом плане Айса и Зенит в целом. Да, они там не очень выгодно поменялись. Я бы сказал очень невыгодно. И очень плохая у них была ситуация на миде и на ботами. Но в этот момент на топе Айс пушил. Айс забрал две вышки, кучу крипов и у него сейчас две четыреста. Две пятьсот. Хотя проигрывают. Проигрывают Зенит пока что. И Аганим. Аганим фармит себе ИДЖМ. Хочет убивать фемилиарами. Да, я так краешком глаза глянул в чат. Вот здесь вот ИСКА не умер потому что он успел прожать песок и в него Соло Ассамшн просто не попал. Там Соло Ассамшн был на четыре или даже на шесть зарядов. Потому что влетели две ракеты и Шейкер дал фиссуру. И что-то там еще влетело точно. Но этого более чем достаточно. Так, визаж контролится ее птичками. Замечательный герой, конечно. Сажает их, начинают они регенять. Регенят хп, регенят атаку. Нужен ему второй ульт, чтобы было больше дополнительной атаки. Ну и Темпларка. Темпларка пока что у нас без даггера, да и не собирается его фармить. Вообще у нее почти манта уже и очень много денег. Давайте посмотрим гпм. 424 Дарксир, какой-то мега фармер, 376 Темпларка, очень низкий гпм вообще в среднем, то есть 400 самый большой и дальше идут по 300. Это говорит о том, что не очень хорошо фармят игроки, но это в общем-то наверное задумка инфьюзат. Они кое-как фармят сами, я бы сказал более-менее, но они совсем не дают фармить оппонентам. 14 левел Дарксир самый старший герой, 100 крипов, и Темпларка недалеко от него отстает, а визаж имеет лучшую статистику. Так, нашли сирену. Ну, за ней вряд ли Темпларка пойдет. Денает еще визаж вышку. Да, так он вальяжно перемещается по карте. Просто нет слов. Айс, это будет не Радианс, это будет Тараска быстрая. Да, тоже такой билд. В общем-то, на мой взгляд, более правильный. Но что здесь делаешь с Радианцем? Радианс он помог бы, если бы получше была ситуация у Зенита, можно было бы пофармить. Сейчас фармить могут просто не дать с этим Радианцем. А 1600 кп это явно не то, что нужно. Против таких жестких нюкеров, Темпларки, визажа. Ну, Сирена знает свое дело, Айс очень уверенно себя чувствует. Вот он умеет понаглеть там, где надо, и ведь его здесь не заберут. Как только он увидит, что к нему кто-то выдвинулся, он сразу отойдет. Молодец. Да, и сейчас попробует запушить вышку. Пока на Рошане, визаж и Темпларка пробивают Рошана. Айс спушивает вышки. Как же это важно, не терять время, если есть возможность спушить. Тинкер, Boots of Travel, Тинкер, есть Forstuff. Дарксир прилетел, но Дарксиру здесь ничего не светит. Да, забирает вышку все время и спокойно уходит. У нее есть еще ульт. Вряд ли получится ее забрать. Она просто ультанет и даст ТП. Ну и в общем-то не преследует этой цели. Хотя зря, на мой взгляд. Вызывает новых фамильяров. Это уже фамильяры второго уровня. Гораздо больше атака. Так, ну и что, выдвинулась все-таки на Сирену. Сирена. Так, хорошо, дает Рептайт. Видит вокруг сколько на нее напало народу. Дает ультимейт. Кстати, фамильяры на них не действует ультимейт Сирены. Они садятся и сбивают ей ТП. Шикарно, только двух наверное сразу сажать не стоило. Фиссура. Сурдж. Энчант Тотем. Да, и умирает Сирена. Да, вот это знание механики, я честно говоря не знал, действует ли нам фамильяров сон. В итоге действует. Да, и получается, что визаж тем самым очень жестко контрит Сирену. Выкупается она, причем байбэк абсолютно под ноль, у нее практически не оставалось денег. Спиритформ ставит иллюминейт котел. Сверху вышку бьют. Пайп. Ну и что, будут заходить? Сирена пытается сейчас отвести крипов, как же грамотно действует Айс. с иллюзиями встретить крипов, попробовать их как-то пробить. Нет, забирают иллюзии. Остается 10 кп у иллюзии. Да, и не успевает ничего сделать ими. Сирки от Чена там три совы раскастовываются. Ну и сейчас все или ничего сирену каким-то образом вытягивают сверху. Как так вышло? Дарксир, Дарксир, конечно.